Добрый день всем! Меня зовут Тереса и вы находитесь на канале Терри Лайфвлог. Мы находимся на Украине в Трусковце. Привет всем! Вы находитесь на канале Терри Лайфвлог. Меня зовут Тереса и я только вчера вернулась с Украины. Хочу рассказать один случай, который произошел со мной. Это не один случай, это будет второй случай. Но так, насчет первого я еще буду снимать видео. И я хочу рассказать, как пропадают конфеты в номерах санатория Кристалл. Вы знаете, как-то вот была акция вот на эти конфеты. Эти конфеты выпускает своя линия. Это чернослив с грецким орехом внутри. И чернослив в этот шоколаде. Эти конфеты раньше они стоили 150 гривен килограмм. 150-90 кажется. Вот. Сейчас акция, они стоят 130 гривен 50. То есть целой недели была вот эта акция. И вы знаете, я купила мужу вот эти конфеты. Вот. Ну, сейчас я вам покажу этот мешочек. И купила эти конфеты. Так как у меня повышенный сахар, единственное, с этого пакета я съела одну конфету, которая, ну, просто выпила ее с кофе, чтобы попробовать. Так я покупала это мужу. Также вот видя, что я купила трусковце себе. Но сначала вот хочу снять при эти конфеты. Вот. Я даже подготовила весы. Хотя я взвешивала там трусковце. Но еще все-таки пришла, думаю, вот еще взвешиваю, взвешиваю эти вот конфеты дома. Вот. Я настроила весы на ноль. И я хочу показать. Вот. Посмотрите. Вот. Тут еще вот видно. Так. Я сейчас вам покажу. Сейчас у меня настроится телефон, потому что даже вот мы не смотрим на эту цену, а вот смотрим на вес. Видите? 806 грамм. Еще раз подождите. Вот. Вот видите? 806 грамм. 130 гривен 50. И я за все заплатила 105... 105.18. Но я не про это. Вот. Смотрите. 800... 806 грамм. Так как большие... Вот эти конфеты большие... Понимаете? Я когда так думаю... Ну, там... Угощу там вот. Там что-нибудь вот... Я купила подарок мужа-сестре. И я их, естественно, пересчитала. Пересчитала поштучно. И у меня их было 26 конфет. И когда где-то буквально через там 3 дня я пришла, я заметила, что у меня 22 конфет. Я в номере жила одна. Единственное, номер убирала горничная. Не каждый день, а, наверное, где-то там... Каждые 2 дня. И вот, когда уже в этот последний день я уезжала... И знаете, мне показалось как-то этот... Какой-то легкий кулек. Я стала пересчитывать. И я посчитала только 20 конфет. Но я, конечно же, подумала, что что-то тут не так. И всё-таки перед самым отъездом с чемоданами я зашла в продуктовый магазин, который находится на первом этаже самого санатория. И решила эти конфеты взвесить. Понимаете? Вот, как говорится, хотя я съела одну только конфету, которую я... Сейчас я вам покажу. И вот это вес одной конфеты составляет... 30 грамм. Вот. Одна конфета, она довольно-таки тяжёлая. Она весит 30 грамм. И сейчас я взвешиваю вес кулёчек. То есть у меня... У меня 806 грамм минус, ну, скажем, 30. У меня должно быть... 700... 776. 776. И сейчас я взвешиваю вот этот вес кулёчек и мы посмотрим, какой тут вес. Вот я этот кулёк положила на весы. и посмотрите, какой вес. Я съела только одну конфету. И посмотрите, какой вес должен был быть на этом кульке. Сейчас у меня ещё телефон вот настроится. Вот видите, вот этот... Вот, первая цифра 806. Вот он. Вот, видите, 806. Я жила в номере одна. Перед самым отъездом я разыскала эту горничную. Она там убирала в коридоре. Мне нужно было выехать 10 часов. И я, когда пришла к ней, я спросила, извините, вы убирали вчера мой номер? Она, конечно же, растерялась. Да, да, я убирала ваш номер. А что вы хотите? Я говорю, нет, я вот сегодня уезжаю. И я просто хотела посмотреть на неё. Так вот, она работает в Кристалле на четвёртом этаже. Зовут её Мария. Она такая молодая женщина. Очень безобразно толстая. И жрёт конфеты. Ворует. Ворует с номеров конфеты. Потому что у меня не было никаких детей. У меня не было никаких гостей. У меня просто эти конфеты лежали в секции. Там такая маленькая секция. Они у меня лежали в секции. Так вот. И самое главное, когда я пересчитала конфеты, у меня их было 22. У меня уже осталось 22. И перед, я не знаю, у меня просто такая интуиция. Я просто перед отъездом опять же пересчитала эти конфеты. И уже их было 20. и все-таки я решила проверить вот насчет этого веса и я взвешивала эти конфеты в санатории продавщица там молодая она тоже на меня как-то так знаете с подозрением посмотрела может они это знают, может они догадываются может поступали какие-то жалобы но я это так не оставлю будет написано в готельной группе письмо что у них творится в санатории конечно я доказать не могу но я это просто так не оставлю так вот дорогие отдыхающие, знаете что если у вас будут какие-то конфеты или еще что-то, у вас будет это незаметно просто пропадать вот и знаете вот настолько человек, как говорится тем более знаете на нее посмотреть ей вообще нельзя кушать конфет но она вот жрет эти конфеты ну а чего там кулек, ну кто там будет взвешивать кто там будет проверять кто там будет считать понимаете а я вот все пересчитала и в итоге сейчас я вот посчитаю сколько же она тут у меня эти конфет ну по весу и я сейчас вот посчитала у меня так было значит 806 грамм опять показываю вот вот эта первая цифра которая у меня стоит вот вы видите 806 вот бар-код и вес 641 641 вот этого мешка то есть 195 грамм не хватает и если одна конфета весит 20 ну даже скажем 30 грамм то своровано 6 конфет так вот знаете Мария черными волосами женщина которая работает в кристалле которая убирает четвертый этаж она воровка она просто ворует если она ворует конфеты она может своровать у вас абсолютно все вещи какие-то там шампуни, желе даже если что-то у вас где-то будет валяться вы потом просто не найдете потому что когда человек собирается он знаете просто не дает себе отчет он все складывает когда приезжает домой он начинает эту вот эту пропажу также будет создано второе мое видео опять же про воровство опять же в санатории кристалл но это уже отдельная тема там уже совсем другая и вот что я хочу сказать вот просто знаете мне было очень неприятно и дело даже совсем не в эти конфеты и когда я ехала в автобусе поделилась с одной женщиной она сама родом с Украины она живет в Латвии и она сказала вы знаете вам надо было пойти просто к директору и написать вот на нее жалобу просто это вот приостановить но я как-то перед отъездом не хотел этого делать но я буду писать жалобу я буду писать письмо и просто вот опишу такую ситуацию пускай они там с ней разбираются вот если поеду а следующий раз а просто знаете если человек ведется на это просто ее можно проверить проверить и словить вот даже это будет наверное может и лучше потому что там как-то две горничные одна такая в возрасте женщина одна молодая так вот у меня такой кошелечек вот видите вот вот в таком кошелечке можно носить банковские карточки то есть вашу карточку никто не сосканирует вот у меня осталось 200 гривен вот они такие розовенькие я сейчас вам покажу вот как что там внутри неприятный инцидент и знаете они там все говорят вот если бы вот если бы наше правительство бы не воровало у нас бы не было войны все было бы совсем по-другому вот здесь такая вот милированная такая вот как серебряная видите такая такая матерчатая пленка вот она не дает сканировать никакие баркоды вот в этом кошелечке вот если бы не воровали бы вот у нас не было бы войны вот мы были бы в Европе там ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты и тем не менее сами очень-очень хорошо воруют и прямо на глазах у всех и не знаю еще нам не хватало еще там каких-то воров в Европе вот вот обязательно надо брать злоты потому что на границе если вы захочете в туалет ни за евро ни за гривны вас никто не пропустит в туалет вот такой вот у нас паспорт европейский у нас два паспорта есть с карточкой вот такой вот даже на Белоруссию мы ездим вот с таким паспортом вот в такой упаковке Эколайн билет если ты предоставляешь три билета даже там в одну в другую сторону еще какой-то билет четвертый билет у тебя 50% дешевле так вот когда я ехала на Украину у меня один билет вообще стоил вместо 36 евро но акция была только вот когда я ехала на Украину то есть во Львов и у меня билет стоил 20 евро вместо 38 вот хотя вот на Эколайн мне акции не сделали там уже был билет по 45 евро без акции но все равно на один билет не сделали половину дешевле и вот такой инцидент понимаете хотя я конфет не ем единственное я съела эту одну несчастную конфету просто попробовать а так я вот просто покупала мужу ей там купила сестре мужа подарок и решила там пару конфеток ну как вложить то что я купила ну вот и такая тема для рассуждения может с вами были какие-то случаи когда вы были на Украине какие-то кражи или какое-то воровство да еще я хочу рассказать а на этом все пока-пока пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и будет второе видео тоже про воровство воровство в кристалле ну и конечно же на Украине ну до скорой встречи пока-пока пока